И вот интересная новость, совершенно невероятная, вчера я ее не прочитал, но стоило прямо с нее и начать, потому что это главная новость, вот внимательно только весь свой патриотизм соберите, напрягитесь, потому что это очень важно. 35-е, отдельная гвардейская мотострелковая, Волгоградско-Киевская, ордена Ленина, Суворова и Кутузова, краснознаменная бригада, войсковая часть 41-659, признана терпилой по уголовному делу о вымогательстве. То есть на Алтае была банда, которая обижала мотострелковую сталинградскую бригаду, и она не Волгоградско-Киевская, конечно, а Сталинградско-Киевская, вот, и ее обижали, понимаете, вот эту мотострелковую часть, какой-то криминальный авторитет Олег Пигарев, который, значит, получил за то, что обижал эту мотострелковую бригаду, получил 12 лет, и подельники его тоже получили сроки. Вы можете себе представить такое? Можете себе представить, что мафия, например, в США, там, ракетировала этих армий. Ну, вот здесь они вымогательством занимались, отнимали деньги у военнослужащих, я понимаю, что это было поставлено на поток, я понимаю, что вначале военнослужащих цепляли на том, что они что-то продают, там, прапорщик, еще какого-нибудь, там, контрактника, ты нам то принеси, продай, он продал, и все. А потом уже закусили и подтаскивали. А может, просто так, да, ракетировали. И вот что вы можете мне сказать про солдата Шамсуддинова, который защищал свою воинскую честь? Доблестный человек. И вот эти черти. Помните, царь Петр говорил, что мы не имеем, писал в уставе, что мы не имеем никакой собственности, кроме чести. Понимаете, вот у этих людей нет чести. Вот они перестреляли этих криминальных авторитетов, я бы к ним гораздо лучше относился, чем они терпилами подел бы. Их обижали. Военнослужащие. Кого они собираются защищать, эти военнослужащие? Сталинградская бригада. Кого она собирается защищать? Какой нахер Сталинград? Если им казю-базю показали, они обосрались. Удивительно. Вообще жуть какая-то. Представляете, там Путин армию, блядь, поднял. Да обоссаться, как он ее поднял. Что может заставить солдата выстоять в аду? Солдат для того и солдат, чтобы умирать. Солдат для того и солдат, чтобы воевать и убивать. Уничтожать противника. Так он устроен. Вот Шамшуддинов солдат. Понимаете? Ну так солдат устроен. Он не должен быть другим. Как бы вам страшно это ни казалось. Что он должен иметь, чтобы выжить в аду? Чувство собственного достоинства. Честь. Чтобы ему было стыдно включить заднюю. Он честь должен иметь. Он должен стыдиться. Поступать бесчестно. А здесь какой стыд-то? Жуть, конечно. Просто детство какой-то. Где вы у Путины армии нашли сборщик урона безродный флаг. Свою спад дырявым путинским флагом. Дырявым узурпатором. Это не офицеры. Это сброс. Почему? Не все. Вот вам пример солдат Шамсуддинов. Солдат Шамсуддинов настоящий солдат. Я говорю, когда мы возьмем власть. Обязательно мы учредим орден имени Шамсуддинова. Орден Шамсуддинова. И будем давать тем военнослужащим, которые проявили доблесть. Ибо это доблесть.